Знакомитый итальянский театр «Ла Скала» на белорусской сцене. Международный фестиваль «Студинские музычные вечеры» в 31-й раз проходит в Бресте. В программе форума классической музыки как известные зоркие, так и молодые артисты-виртуозы. Соправдной сенсацией вечеров стал Том Синатра, племенник легендарного спевака и артиста Фрэнка Синатры. Виктория Патонья про сюрпризы и атмосферу Брестского фестиваля. «Студинские музычные вечеры» дали старт широкого мероприемства, просвеченных тысячи годзю Бреста. И, как за все, «Дефорум» сбирая полные залы глядачов, что не дивно для большинства и жахаров города, это уникальная макчимость убачить и почуть артистов-музыкантов, вядомых во всем свете на одной сцене. Первый вечер – это гала-концерт «Сурнеросу» и сюрпризы для глядачов. Вести фестиваль классической музыки запросили актера и российского ведущих от Пятра Татарыцкого. В сопровождении симфоничного оркестра «Белтеля» радиокампании со сцены гучали шедевры сусветной классики – ары из опер Чайковского «Дворжика Верди». Для меня не мое значение, какая сцена – маленькая альбо великая. Мой первый наставник вучил – галонная для артиста – не место, а глядачи, для каких он спевая. Ары, которые я должен петь – ары Елецкого из-за оперы «Пиковой дамы». И вторая ары у меня из-за Иоланта – ары Руберта. Это тоже очень сложно. Вот поэтому я очень боюсь, чтобы перед зрителем, чтобы все было идеально. Фестиваль собрал на одной сцене и молодые голосы Великого театра России и солистов знакомитого на весь свет Миланского оперного театра «Ласкала». Саправданной сенсацией вечеров стал приезд Тона Синатры – пламенника того самого американского шоумена и актера Френка Синатры. Зорка инструментальной музыки, який у вас ходить у пятерку лепших гитаристов света, угоддае от 30 концертов. Он побывал у многих краинах, але у Беларуси – у першыню. Пламенка и гарачи мотивы латино взорвали зал. Тон Синатры затримался в Бресте на некольки джонках, познайомиться с тысячагодовым городом. Як трапив на фестиваль, артист поделился с журналистами подчас пресс-конференции. Тут же музыкант продемонстровал и не только виртуозно володой инструментом, а лей спевая. У этом году Брест – культурная столица СНД. Яркий фест классичной музыки этот статус подтверждает. У афиши форуму оперная дева из Польши, Иоанна Наурот, симфодуховый оркестр из Германии, лауреат музычных премий России скрипачка Ганна Салкина. Усяго каля 200 удельников из 10 краин света. Для глядачов фестиваль классичной музыки – соправдные свята. Это одно из, я считаю, знаковых событий в городе Бресте. Сюда приезжают такие люди, такие знаменитости, которых надо было бы куда-то ехать, а они сами переехали к нам. По-моему, это и есть праздник. Гэта фестиваль вельми важный тому, что люди, які приходят на концерты, мают великое сердце для музыки. И каждый раз, коли я выступаю у Бресте, я гэта отчуваю. И коли поступить запрошение, то обовязково приеду я еще раз. Прозличные годины начнется заключный вечер. Кроме знакомитых гостей Мариинского театра, в Першиню на Абрестской сцене выступят киевский молодежный камерный хор и пианистка из Японии «Наоки Абураки». Заслону фестиваля приспустят под музыку и аплодисменты. А вот эту встречу – соправдная калядная отсюда. Глядачейши долго будут памятать, как в наступном годе она обовязково повторилась. Виктория Патони, Николай Ковалев, Брест.